Девушки отдыхают 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 и начинали представления. Одни ашуги выступали на грузинском языке, другие на армянском. Часто здесь можно было встретить и ашуга-турка, исполнявшего, разумеется, на турецком. Еврея, представлявшего собравшимся хасидский музыкальный фольклор. Встречались здесь и ашуги-арабы, которые вели представление на арабском языке. Нередко подобные спектакли шли и на русском, ведь в то время в России уже начался третий театральный бум, и его отголосок достиг и нашего родного Тифлиса. Поэтому на Медане разыгрывались так называемые сценки на русском языке. У многоязычных встреч всегда был свой зритель. Магия театра объединяла людей разных национальностей и вер. Они вместе реагировали на представления и также вместе награждали ашуги, аплодисменты. И вот в таком многонациональном, колоритном театральном Тифлисе не было ни одного театрального здания, где бы регулярно давали представления. Видно тогда еще в этом не было надобности. Сам Тифлис был театр открытым, красивым, доступным. Ему нужен свой герой. Настало время и для открытия театра. И явился свой зачинател. Этим героем в грузинской действительности того времени стал русский граф, генерал-губернатор Михаил Воронцов. Николай I направил его в Грузию не простым военно-начальником, а навестником царя на Кавказе, предоставив ему неограниченные права. Примечательно, что Воронцов хорошо знал Грузию, так как еще 20-летним юношей служил здесь. А спустя 40 лет, 63-летний фельдмаршал Воронцов в ореоле славы вернулся в страну, где начиналась его блестящая карьера. На рассветы 25 марта 1845 года тысячи друзей встретили его в Анксхэта и проводили до Тифлиса. Из письма Якова Половского Ваше сиятельство Хочется быть на Кавказе Ради Бога, перетащите меня туда, где, как видно, еще не умирала поэфия. Если не будет места в Тифлисе, я поступлю в юнкера. Итак, в день благодовещения Госпорта 25 марта 1845 года царский наместник Храф Воронцов прибыл в Тифлис. На третий день по приезду в Тифлис предписанием от 28 марта 1845 года Воронцов передал введение начальника обустройства города Тифлиса инженер-полковника Сонина здание Манежи, которое было приказано реконструировать под театр. Через неделю после приезда 2 апреля 1845 года Граф Воронцов издает приказ в Тифлисе учредить публичный русский театр для развлечения значительного числа военных и гражданских чиновников. Учредить дирекцию театра во главе с генерал-лейтенантом князем Александром Дарсимановичем Чавчавадзе. С трупом Яценко из Ставрополя был заключен контракт сроком на 3 года при условии, что трупа не будет подсветлена. Через полгода, 20 сентября 1845 года открывается русский театр. С этого периода в Тифлисе и в целом по Грузии начинают выживать азиатскую культуру и широко открывают двери для культуры европейской. Если всего 6 лет назад в Тифлисе доминировала персидская музыка, теперь ее место заняла музыка в России, Белине и Дорицее. Если русский гений Александр Сергеевич Пушкин назвал в 1829 году Тифлис городом азиатской культуры, то уже 22 года спустя, в 1851 году другой гений Лев Николаевич Полстой отметил в своих записях, что Тифлис город азиатской европейской цивилизации, подражающей Петербургу. АПЛОДИСМЕНТЫ Грузия – страна многонациональная. И этот театр – не просто очаг русской культуры в Грузии. У него более высокая миссия – объединять всех. Людей любой национальности и веры, для которых Грузия – Родина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И Тифлис действительно с тобой очень родной узвавил тогдашний европейский, что это изумляло его самим европейцам. В Тифлисском оперном театре гораздо раньше, чем в Санкт-Петербургском и Маринском, были осуществлены постановки таких шедевров, «Попадух», «Травиата», «Фаус», «Оперу Верди Аттелло» сначала поставили в Милане, затем в Тифлисе и только потом в парижском «Гранд-Опера». АПЛОДИСМЕНТЫ Тифлисские музыканты часто шутили, что, мол, Верди пишет сначала для Милана, затем для Тифлиса и только потом для всего остального мира. Первый сезон открылся комитии Соловьёва, что имеем нехраним, потерявшим плачу, и подавили Миленского, стряпчим под столом. Генерал-адъютант Раф Воронцов директору императорских театров Ивёнов. Первый услед, хотя и довольно плохой труппой, оправдал наши ожидания. В продолжении четырёх месяцев, при троекратных неделю представлениях и ценах по здешнему очень умеренных, театр был постоянно посещаем, сбор был довольно значительный, и теперь оказывается потребность в лучшем устройстве театра и в лучшей труппе. Генерал-адъютант Раф Воронцов, актёр Ущепкин. Мы здесь недавно устроили небольшой театр и пригласили труппу из Ставрополя. Желаю теперь иметь что-нибудь лучшее, я отнёсся к директору императорских театров тайному советнику Гедионову с просьбой о содействии его в этом деле и присылке нам сюда небольшой русской труппы. Уверен, будучи, что вы более других и ему, и нам можете пособить в этом деле, и полагаю, что часть просимой труппы будет найдена у вас в Москве, и удобнее к нам оттуда может быть выставлено. Я покорнейше прошу вас не отказать принять в деле этом ваше деятельное участие. Актёр Ущепкин, граф Воронцов. Я сделаю, конечно, всё, что могу. В этом порукуем ваше сиятельство и любовь моя к искусству и искренняя признательность к тому вниманию, которым вам угодно было меня удостоить. С того сентября 1864 года Тифлистский театр открыл свой второй театральный сезон в Адерилии. Страшная тайна полевого и новички любви Коровкина. Театр был полным и не смог нести всех желающих посмотреть на столичных актёров. Из отчёта дирекции Тифлистского театра 20 сентября 1845 года впервые взвился занавес на сцене Тифлистского театра. И до 20 сентября 1846 года это за год было дано 104 представления. 8 октября 1846 года молодым режиссёром Александром Яблочкиным впервые поставлена комедия Грибоедова «Горе от ума». Дебюты кончились. Теперь мы имеем хороших артистов для всех амбуа. Газета «Кавказ». Граф Воронцов предлагает выстрелить на Неванской площади здание Росского театра. На это предложение откликнется отчётный гражданин Тифлиса Гавриил Иванович Томаншев. Торжественная закладка Томаншевского караван-сарая состоялась 15 апреля 1847 года. 8 декабря 1851 года строительство здания Русского театра завершено. Тифлис изменяется с каждым днём. Прекрасное здание в четыре яруса возникло на площади. Здание это вмещает театр. Тифлису предстоит честь начать великое дело. Владимир Сологов. Говорите, я не обыкновенно красиво в Тифлиском театре. Я видел все сцены в театрах главных городов Европы. Но нигде не видел я такого свежего архитектурно-щоборского театра, на котором местный колорит отразился ярче, лучше, облагороженнее, роскошнее, как Тифлиска. Тифлисский театр, если не лучший, то, по крайней мере, один из лучших театров мира. Александр Дюма. Тифлис – цивилизованный город. В нём есть театр. Глеб Николаевич Толстон. На сцене Тифлисского русского театра начинали свой большой путь в искусство. Александр Соботашвили Южин и Владимир Немирович Данченко. Немирович Данченко вспоминал, мы с Южином вместе начинали играть на сцене русского театра в качестве любителей в нашем родном городе Тифлиска. Мы не только играли, мы даже вместе написали одну пьесу и поставили в театр. Пьеса имела большой успех. Спустя годы возглавивший московский малый театр Александр Соботашвили Южин приедет в свой родной театр уже с гастролями и опять будет иметь большой успех. Немирович Данченко часто будет приезжать в свой родной город Тифлис и всегда будет приходить в театр, где состоялось его дебют, актеры и режиссеры. На спектаклях этого театра влюбился в театр и на всю оставшуюся жизнь ученик Тифлисской гимназии Евгений Вахтангов. Нет, он здесь не работал. Тогда он был еще мал, но проводил все дни напролет на спектаклях русского театра в своем родном Тифлисе и всю жизнь с любовью вспоминал об этом. Грузия. Грузия страна многонациональная. Этот театр не только очаг русской культуры в Грузии, у него более высокая, более высокая миссия объединить всех людей, любой национальность, любой веры, всех, для которых Грузия родина. На рубеже веков по специальному приглашению в спектаклях русского театра в Тифлисе играют Ермолова, Савина, Давыдов, Варламов, Петипа. Здесь, на сцене русского театра, сыграла свою первую роль Великая Яблочкина. АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание! С 1904 по 1906 год Тифлисский русский театр заключает контракт с товариществом новой драмы «Трупы гениального Всеволода Милл Хольфа». АПЛОДИСМЕНТЫ Газета «Кавказ» от 28 сентября 1904 года в лице антрепризы господина Милл Хольфа Тифлис сделал крупное и весьма интересное художественное приобретение. Милл Хольф не только ставит спектакли, но и сам играет в этих спектаклях. За два сезона здесь, на сцене русского театра в Тифлисе, Милл Хольфом было поставлено 72 пьесы. АПЛОДИСМЕНТЫ Из вступительного слова Милл Хольфа перед премьерой смерти Титанчина в Тифлисе 19 марта 1906 года. Прошлой зимой творил, и вот теперь творю с товарищами своими на этой сцене перед вами милостивые государыни и милостивые государы. И знаю ценность вашей чуткости. Я успел оценить степень подготовленности Тифлисской аудитории к восприятию нового искусства. И мне кажется лишним выступать перед вами с комментарием к сегодняшнему спектаклю. Тифлис это многонациональный город, который издавна славится приверженностью к театральному искусству. Всеволод мир Хольф. Он потом несколько раз приезжал к Тифлису. Последний приезд мастер привез с собой Синаиду Нарьеву. Показ был город, приходил в театр, долго говорил с актерами. Он хотел поставить здесь спектакль. Великие режиссеры с радостью соглашались ставить здесь спектакль. В 1713 годе русский театр приглашает в Тифлис для постановки спектакля царь Эдип Коте Марджелешвили. Спектакль имел огромный успех. Он шел с неизменными ошлагами. Пресса распадывалась постановку Марджелешвили как крупное театральное явление и сколухнувшее жизнь в городе. 1913 год. В Тифлисском выпуском театре работает драматическая антреприза Гребедева, которая в свою очередь по рекомендации Коте Марджелешвили приглашает в театр режиссера-постановщика другого гения русской режиссуры Александра Таирова. Таиров провел в Тифлисе год и поставил в Трусском театре четыре спектакля, в том числе Орлики Рудольф Володарь, в котором главную роль сыграл сам. Таиров так же, как и Мейрхольд, и потом несколько раз приезжал в Тифлис и на сцене русского театра представил блистательные спектакли Московского камерного театра. С гордостью показывал Алиси Коуна город театра. 1918 год. Помимо грузинского, русского, оперного и армянского театров в Тифлисе работают театр Амирагу, труппо Тарто, товарищество артистов российского театрального общества, театр Кабаре, ладья, аргонавтов, свободный театр в доме Зубалова. Идут азербайджанские, греческие, осетинские, украинские, ритовские спектакли. Действует оперная студия Тифлисский театральный кружок. В кинотеатре Аполло киносеансы чередуются с театральными представлениями. В цирке идет спектакль Эдит. И это при том, что в Тифлисе тогда проживало всего лишь 194 тысячи человек. Грузия Страна многонациональная. Это театр. Не только очаг русской культуры в Грузии. У него более высокая миссия. Он объединяет всех людей, любой национальности, любой веры, для которых Грузия Родина. Ваши театр в Грузии приглашают вас в главе театра великого грузинского режиссера «Отель Маржинишвит». И сезон 1922 года уже открывается под руководством «Отель Маржинишвит». Утожники театра Иракли Гамрикели и Кирилл Станевич, заведующий литературной частью коллегол Роботица. В Тифлис съезжаются лучшие российские театры. Малый, Хар, Вахтанговский, театр Порша. Здесь не раз играет одна из самых загадочных русских актрис Вера Федоровна Комиссаржерская. Выступают книг Чехова и Качала. Привозят свои спектакли драматург и режиссер евреям. С 1926 по 1930 год активно работает театр под руководством Владимира Швейцева пессимиста. В конце 20-х годов главным режиссером ТРТ был Владимир Татищев, впоследствии создатель Новосибирского театра «Красный факульт». 3 ноября 1932 года Тифлицкий государственный русский театр открывает первый сезон пьесы Горького на дне постановки «Котель Марганишвилиев». Это была его последняя работа в городе. В состав постоянных художников театра Вашин Ирабли Гамрикелин, Ладо Диашвили и Ирина Штенберг. В музыкальной части театра работали композиторы Иона Тузкия и Захария Байяшвили. Из воспоминаний о Марганишвили народной артистке Грузии Екатерины Садиной. «Всем мы актеры волновались, ожидая встречи с прославленным режиссером. Нас всех поражал своеобразный метод его работы, умение создать стабильную творческую атмосферу, ритм. На репетициях он часто замыкался, уходил в себя, много гурил. Но вот кем-то сказанное на сцене храза поднимает его с места, молодым блеском загораются глаза звезды, и мастер двумя-тремя штрихами воссоздает целую картину, придает ей полное звучание. Вообще не с актерами, он был предельно деликатен, но и требовалось от актера уметь. Это был его последний диатральный сезон. «Спасибо» «Чудесной России». Она ни на минуту не охладила моей кахетинской крови, крови моей матери. Ее волшебные белые ночи не разжижили густоты темного южного бархатного неба, щедро засыпанного звонкими звездами. Ее спокойное добродушие ни на минуту не задержало родные ритмы, грузинский темперамент, неопознанный полет фантазии. Это дала мне моя любимая Грузия. Котэ Марджанишвей. Грузия страна многонациональна. Этот театр не только очаг русской культуры в Грузии. У него более высокая миссия объединять всех людей любой национальности и веры, для которых Грузия Родина. 1933 год. В Тифлисском русском театре ставит спектакль мой друг Погодина выдающийся московский режиссер Алексей Попов. Будущий педагог Георгий Товстоногов. Директором и художественным руководителем назначается Константин Шах-Азизов. В октябре 1934 года Тифлисскому государственному русскому театру присвоено имя Александра Сергеевича Грибанедова. 1939 год. В Римаэдовске приходит будущий великий режиссер и педагог. Из воспоминаний Екатерины Садина. Зимой 1939 года к нам впервые пришел молодой выпускник Московского театрального института, который должен был защищать дипломную работу. Выбор его пал на пьесу Найденова «Дети Ванюшина», премьера которой состоялась 5 марта 1939 года. Тогда во время работы над пьесой мы присутствовали при рождении молодого режиссера-постановщика, которому суждено было занять одно из первых мест среди лучших режиссеров Советского Союза. Я говорю о народном артисте СССР Георгии Александровичи Товстанове. Из воспоминаний Георгия Товстанова. 15 декабря началась моя работа с коллективом и продолжалась два с половиной месяца. 5 марта 1939 года прошел спектакль. Репетиций было около 80-ти при почти полном двойном составе. Не могу не отметить совершенно исключительного отношения театра к моей дипломной работе. Именно там, в Тбилиси, все определилось. Театральные интересы, убеждения, цели. Там я не только стал, начинал, там я по существу и стал режиссером. Поставил 30 спектаклей, разных по характеру, и жанру. Нынешний год, год столетия Георгия Товстанова. Для грибоведовцев огромная честь, радость и гордость, что мастер начинал свой великий путь здесь, на этой сцене. Одна маленькая деталь. В нашем театре начинали не только выдающиеся режиссеры и актеры, но и поэты. В Грибоведовском театре работником сцены работал сам Булат Окуджава. Грузия страна многонациональна. И это театр не только отча в русской культуре Грузии. У нее более высокая миссия объединять всех людей любой национальности, для которых Грузия родина. Весной 1953 года сразу после смерти Сталина в Тбилиси приехал режиссер Леонид Варпаховский. Варпаховский. Ученик и сорок как все он до Мирхольда. В 1940 году за контрреволюционную обитацию он был приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей в Магадане. После условно-досложного освобождения Варпаховский приезжает в поиск работы в Тбилиси. В театре имени Грибоведова на свой страх и риск его взял на работу директор Додо Антадзе. Для своего дебюта в Грибоедовском театре Варпаховский выбрал Чеховскую чайку. А роль Тригорина неожиданно для всех он предложил еще неизвестному молодому артисту. Я видел его спектакль по Сергею Михалкову «Раки». Поначалу все мне показалось не очень убедительно и интересно. Вспоминал режиссер. Но вот на сцену вышел молодой актер игравший роль афериста Ленского. С его выходом все вдруг ожило. Неожиданно для себя я начал следить за спектаклем «Затаев дыхание». С момента его появления стало интересно, смешно и даже немного страшно. Он приковывал в себе внимание той магической силой, которую я испытывал на себе в театре, когда видел Михаила Чехова. Этим артистом был Павел Луспекай. Роль, сделанная Луспекаевой, превратилась, как говорил в таких случаях Неверович Данченко, в роль созданного. Это была крупная победа актера. Леонид Варпаховский. Роль Нины Заречной в спектакле Варпаховского исполнила Наталья Пурмистрова. Леонид Варпаховский поставил в Кривоедовском еще два спектакля. Полузапрещенные дни турбинных Михаила Бугакова. Мы вышли после премьеры о немевшем. Такая это была глыба, такое мастерство, вспоминала Наталья Пурмистрова. А затем мы наибирь в Сиреневом саду. Варпаховский сам написал музыку, сам сталин, сам танцевал с актерами во время репетиции. Сколько было радости, жизни, солнца в его постановке. Грузия страна многонациональная. Этот театр не только очаг русской культуры Грузии. У него более высокая миссия объединять всех людей. Людей любой национальности и веры, для которых Грузия родина. В 1961 году в Григоэденском театре я получил крещение. Поставил свой первый профессиональный спектакль с сокровищем по пьесе Кристина. Худруком тогда был Абрам Рубин. Абрам Исаакич меня полюбил. Мы часто встречались, беседовали. У него была огромная библиотека и он часто одалживал мне книги, которых я никогда не возвращал. В спектакле был замечательный состав. Анатолий Смиранин, Валентина Семина, с которой я очень подружился, Игорь Слобин. Художником была Ирина Штембер, выдающийся художник и потрясающая женщина. Я боюсь кого-то забыть. Думаю, что грибоэдовцы были снисходительны ко мне. Но вот что самое интересное. Я должен был прочесть инаугурационную речь, рассказать о спектакле. Я долго готовился, поскольку мой педагог Михаил Иванович Туманишвили учил, насколько важно, чтобы режиссер на первой репетиции объяснил свой замысел. Я говорил, говорил и увидел, что люди задремали. Я понял, что надо запругляться. Закончил, с надеждой обратился к залу. Будут ли у кого-то вопросы? Повисло неприятное молчание. И тут девушка из последнего ряда подняла руку. Я с надеждой на нее посмотрел, она встала и спросила, скажите, пожалуйста, как вас правильно называть? Роберт Робертович или Роберт Робертович? Я понял, что проводился на первой же репетиции. Но все-таки об этом спектакле у меня остались хорошие воспоминания. Роберт Стуру. 1962 год. Грибоэдовцам выпало счастье поработать с великим Михаилом Туманишлием. На сцене театра Грибоэдова режиссер поставил спектакль «Вид с моста» по пьесе Артура Миллера. Постановку оформила выдающийся мастер Евгения Донцова. В спектакле состоялся блестящий дебют будущей народной артистки Грузии Неллики Лосонидзе. Народный артист Советского Союза, ученик Георгия Томстанова, однокурсник Михаил Томанишлием, Георгий 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 Дважды приходил в Ревайдовский театр в качестве главного режиссера. В 1963-1964 и в 1971-1973 годах по его словам он поставил на этой сцене лучший в своей жизни спектакль «Человек со звезды» Ветерлингера. После московских мытарств, после питерских попыток что-то сделать и выступить мне довелось попасть в Тбилиси. Позвал меня по рекомендации Анатолия Эфроса Гигалорд Кипонидзе, в ту пору главный режиссер Грибоедовского театра. Так я оказался в Грузии, где поставил два спектакля свой остров Каугуэра и дорога цветов Катая. Весь этот период я могу определить одним словом счастье. Я был счастлив, что работаю в таком городе, в таком театре. Петр Фоменко. Тбилиси вооружил меня другим воздухом, другим ритмом. И ходить в Тбилиси в театр и из театра было здорово. Этот город, думаю, уникальный. Он интернациональный. Я уверен, что какой-то особый дух никогда из Тбилиси не искоренится, независимо от политики. Петр Фоменко. Спектакль «Дорога цветов» стал последним в Тбилиси не только для Петра Неумыча. Это был последний спектакль в Грибоедовском и для актера Арчила Гомешвили. До переезда в Россию много лет проработал в Театре Грибоедова Арчил Гомешвили. На сцене Грибоедовского в спектакле «Деревья умирают стоя» на русском языке играла гениальная Береко Анча Паридзе. Грузия страна англоменциональная. И это театр не только очаг русской культуры Грузии. Нет. он несет в себе более высокую цель объединят всех людей всех национальностей и всех верных для которых Грузия родина 1974 год. Главным режиссером Грибоедовского театра стал Сандро Товстаногов. Деятельность Сандро Товстаногова в театре Грибоедова продлилась всего шесть лет. Но эти шесть лет можно смело назвать эпохой, которая стала новой точкой отсчета в истории Грибоедовского театра. В этот период на сцену вышли актеры, чьи имена навсегда останутся в истории Грибоедовского театра. На сцену Грибоедовского театра поставил свой дипломный спектакль режиссер и нынешний ректор университета театра и кино имени Шатару Ставели Георгий Маргалашин. После Сандро Товстаногова в разные годы театр возглавляли Гизор Жордани Иван Гирцгулау Иван Гирцгулау Фотесл Мау Фотесл Мау Гогиков Тараци АПЛОДИСМЕНТЫ С 1999 года по сегодняшний день театр возглавляет Афтандил Марсимашин АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете ли вы другое место какую-нибудь другую страну театр, в котором творили столько гениальных людей всех не вспомнишь всего не перечислишь И все-таки попробуем на сцене русского театра работали режиссеры Владимир Немирович Даниченко АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Сумбаташвили-Южин Севолод Мейнхой Котэмар Джанишвили Александр Таиров Алексей Попов Георгий Товстаногов Михаил Туманишвили Леонид Варпаховский Александр Гинзбург Дого Алексидзе Гига Лорд Кипанидзе Петр Фоменко АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И у вас сейчас театром руководит Автандин Варсимашвили АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Екатерина Сатина Людмила Грублевская Белая Белецкая Варвара Алексея Месхешвили Владимир Брагин Анатолий Смиранин Наталья Бурмистрова Валентина Воинова Константин Мювки Мавр Бесецкий Иван Русинов Тамара Белоусова Вериконча Боридзе ОДАР Кобилидзе Павел Луспекай Арчил Гумиашвили Валентина Семина Джимал Сихарулидзе Борис Казинец Михаил Йопе Элизбар Кухолишвили Джимал Сихарулидзе Кумиру молодежи безвременно Не ушедший от нас Выдающийся артист и поэт Михаил Гумиашвили Художники Ираклин Гамрикери Владоку Диашвили Елена Ахвидиани Евгения Донцова Ирина Штенберг Мириан Швилидзе Айвен Бочилидзе Юрий Гегешидзе Композиторы Захария Палиашвили Иона Тузкия Константин Вервинетту Куцеси Константин Певтнер Хореографы Юрий Зарецкий И Лико Сухишвили Гия Маргарин Заведующий литературной частью Григор Рубакидзе Александр Хватетишвили И рабочие сцены Булат Покуджава Действительно Всех не вспомнишь Всего не пившись Художественный руководитель Театра имени Грибоэдова Автандилу Барсимашвили И директор театра Николай Свинкинский АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И директор Великобритания Наслаждать Богу свое уважение и восхищение театру, который служил и продолжает служить во благо многонациональной Грузии, объединенной русской речью. Это служение составило историю и славу театра Грибоэдова. Я глубоко верю, что моя страна всегда будет толерантна, что всегда на этой благодатной земле будут уважать и тени скульптуру других стран. А это значит, что Грузия будет отмечать и двухсотлетие, и трехсотлетие театра Грибоэдова. С праздником! АПЛОДИСМЕНТЫ В эти праздничные дни в театр приходит огромное количество телеграмм. Нас поздравляет Бухат, театр Современник, поздравляют актеры Олег Табакова, Галина Волочек, Алиса Фрейли, Бантин Гафт, Ольга Астраумова. Всех не перечислить. Мы благодарны всем, но есть одно особенное, дорогое и важное для нас поздравление. Слова благословения от католикоса Патриарха Грузии, святейшего и блаженящего Ильи Второго. Галкасия, Эртер Кудзвелес, Александр Грибоэдович, Сахалович, Пейниш, Сахалович, 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 Тарис. Сахалович, Сахалович, Капан Сахалович, Аплодисменты. Культурную жизнь нашей страны утверждает высшие человеческие ценности, способствует идеологу и взаимопониманию международного. Желаю каждому члену вашей группы, сотрудникам театра и огромное количество гостей, прибывших из два типа стран мира, на празднование юбилея творческих успехов, счастья и долгих лет жизни. Президент Грузии Георгий Марк Валашвич. Министр культуры Грузии и охраны памятников Михаил Гергацин. Аплодисменты. Аплодисменты. Уважаемые гости, дамы и господа, от имени Министерства культуры и охраны памятников Грузии, от имени правительства Грузии, позвольте поприветствовать вас и поблагодарить за участие в этом праздничном вечере, посвященном Стасине Министерству и охране памятников. Я искренне рад находиться сегодня здесь с вами и присоединяюсь с огромным удовольствием, присоединяюсь к многочисленным поздравлениям и наилучшим пожеланиям в адрес театра, которым мы все очень гордимся. С вашего позволения я зачитаю приветствие премьер-министра Грузии, господина Ира Кривергария Вашили. Сердечно поздравляю с юбилеем Тбилисской государственной академической русской драматической театры имени Грибаевского. Созданная 170 лет назад русская театральная труппа быстро заняла достойное место в грузинской культуре. О Тбилисской театральной жизни еще в 19 веке писали известные зарубежные деятели, в том числе Александр Тюма и Лев Толстой. На этой сцене выросли многие известные грузинские и русские театральные деятели. Тбилисский русский драматический театр имени Грибаевского был и есть неотъемлемая часть нашей общественной жизни. Он и сегодня успешно продолжает свои славные традиции и творчество как в Грузии, так и за ее пределами, чем мы очень гордимся. Желаю прекрасному коллективу театра дальнейших успехов над благом нашей страны. Премьер-министр Грузии Иракли Алибашвили. Дорогие друзья, с основанием этого театра в Тбилиси возник очень важный очаг культуры и просветительства. Это был первый профессиональный театр не только на территории Грузии, но и во всем Кавказском регионе. С этой сцены не раз было сказано о том, что Грузия многонациональная страна, да, разумеется, это так, но я бы хотел подчеркнуть, что она характеризуется особой, я бы сказал, толерантностью. И в этом смысле театр, который стал одним из культурных центров страны, конечно же, не может быть исключением. Театр Грибоедова превратился в мультикультурное пространство, в мощный театральный бренд с очень богатой историей, богатой традицией, разнообразным, очень интересным репертуаром и коллективом, укомплектованным профессионалами высочайшего класса. Я бы, с вашего позволения, еще раз хочу поздравить всех присутствующих с этой знаменательной датой, но, конечно же, в первую очередь коллектив театра и пожелать им всего самого наилучшего, счастья, здоровья, дальнейших профессиональных и творческих успехов. И выразить им огромную благодарность за то, что они вносят действительно неоценимый вклад не только в развитие грузинского театрального искусства, но и грузинской культуры в целом, в самом широком смысле этого слова. Поздравляю. Спасибо, господин Григорьевич. Для того, чтобы поздравить Григорьевич театр с юбилеем, в Юбилесе приехали художественные руководители, директора и ведущие артисты театров из 27 стран. Все они здесь, в этом зале. Огромное всем спасибо. Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки, директор и распорядитель Кирилл Кашликов, заслуженный директор Украины Борис Курицын. Национальный академический драматический театр имени Ивана Курицына, народный артист Украины Станислав Моисеев, мой друг Течко. Хирсовский областной академический музыкальный драматический театр имени Николая Кулеша, заслуженный деятельству в Украине Александр Книга. Ай, живи, Украина! Любые друзья, дорогие гости, дорогие коллеги, мне выпала особая честь быть на этой сцене сегодня. Десять лет спустя, когда на 160-летии русского театра в Грузии этот замечательный коллектив, этот театр приветствовал незабвенный Богдан Ступко. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что та история, которая прозвучала сегодня из уст актеров театра, которую большинство присутствующих здесь хорошо знает, помнит и любит этих людей, которые работали, страдали и были осяяны славой на этой сцене, она не требует дополнений, она не требует специальных комментариев. Поэтому от имени Национального академического театра имени Ивана Хронка я хочу пожелать многих лет, многих свершений, многих великих, огромных удач для этого замечательного театра с особой миссией в Грузии. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, знаете, 170 лет эта цифра вообще невероятная. АПЛОДИСМЕНТЫ С точки зрения одной человеческой жизни просто берет потороп. И знаете, наши театры, Леси Украинки и театр Грибоедова, связывают великие люди, и мы ощущаем в себе одну семью. АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь творил Пастоногов нашим театром более 20 лет, успешно руководит его прямой ученик Михаил Рязникович. Леонид Варпаховский ставил стена в нашего театра, ставил здесь. И, конечно, Павел Успекаев. Он был здесь, он был в Леси Украинки, он был в БДТ, и он сверху с нами. И самое главное, все-таки, я вам скажу это, такая вроде бы мелочь, а для меня самое главное. Мы сегодня гуляли по вашему замечательному городу и немного заблудились. Стояли, глядели по сторонам, растерялись. Подошла женщина и сказала, вам помочь. Вы знаете, вы великий народ, ваши сердца полны любовью. Храни вас Бог. АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь с нами еще должна была стоять Одесса, но так получилось, что заболел директор, он сегодня находится в больнице у вас. У нас тут подарки от Одессы. Вот выросли. Но самое главное, самое главное, театр с такой историей. Мы сидели, слушали, просто невероятно. Мы тут украинскими театрами скинулись. И, как бы, для любимой Грузии, для братской Грузии, для любимого театра заказали звезду на Аллее звезд в Голливуде. Потому что такой театр не может там не присутствовать. По утверждению мы привезли фотографии. АПЛОДИСМЕНТЫ Этиные друзья! Театр, фестивал, Балтийский дом, Санкт-Петербург. Сослуженный работник культуры Российской Федерации художественного директора театра и международного театрального фестиваля «Балтийский дом» Марина Беляева. Куратор международного фестиваля русских театров стран СНГ и Балтии «Встреча в России» Мария Юрьева. Это потрясающий фестиваль «Балтийский дом». Грузия – страна многонациональная. Этот театр может не просто гордиться своей историей, это история всего русского театра, нашего театра. В чем-то мы вам очень завидуем, но мы всегда счастливы, потому что в апреле месяце в Петербург приезжает Грузия, многонациональная и ваш великий театр. Наши коллеги, наши близкие друзья, наши соседи. Азербайджанский государственный русский драматический театр имени Самеда Ургуна. Народная артистка Азербайджана Людмила Духовная. Народная артистка Азербайджана Александр Шаровский. Сослуженный в работе культуры Азербайджана Адаля Гаджиев. Когда в страху диктует чувство, оно на сцену шлет раба. И здесь кончается искусство и дышит почва и судьба. Дорогой Николай Николаевич, дорогой Олег Гафтандин, вы за эти дни сказки сказать, не перо выписать. И поэтому, дорогие Грибоедовцы, от имени деятеля культуры Азербайджана, от себя лично сердечно поздравляю вас с блистательным юбилеем. Дата весьма солидна, отвечающая вашему детству в искусстве. Отрадно, что вот уже много десятилетий существует тесная творческая связь между Азербайджанским государственно-русским Азербайджанским театром и театром имени Грибоедова. Обменные гастроли только небольшая часть дружеских и творческих контактов. Искренне надеюсь, что эти связи будут продолжаться и развиваться в будущем. Желаю вашему замечательному коллективу вдохновенной деятельности, новых премьер, больших успехов, благополучия и удачи. Пусть ярко светит вам свиста вдохновения, направляя по душующему океану искусство будущее. Искренне ваш, министр культуры Азербайджана Ближатская Раи. На берегах двух рек сестер Всевышний длань свою простер. И по велению небес явилось чудо из чудес. Прекрасный город Тбилисо. Хоть время крутит колесо, но он, как прежде, молодой, для всех друзей открыт душой. И музы здесь нашли приют. Они в согласии живут. Так всех собрал под общий кровь. Театр, где царит любовь. Где не скидятся горьких слез. И здесь всегда, и все всерьез. Мир заколдованных кулис. Храм для актеров. Ваш юбилей поздравить рад. Театр из Баку собрал. И процветания всем вам желает друг Азербайджан. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Наши братья, наши друзья, Ереванский государственный русский драматический театр имени Станиславского, народный артист Армении, заслуженный деятель искусств России, главный лечеб театра Александр Григорян, заслуженный артист Армении, директор театра Фредерик Довтян. Дорогие друзья, любимые Тбилиссы, любимые, сколько веков любимых нашим народом, который всегда был рядом с вами, который всегда был вместе с вами, который вместе с вами строил, работал, жил, радовался, иногда грустил, но всегда был счастлив, потому что мы друг друга любили, любим и будем любить. Это раз. Мы привезли, мы уверены, значит, Ноев Ковчег, работа армянских мастеров по дереву, ручная работа. Мы уверены, что явно там есть, ну наверняка, вместе с этим это открытие, это же впервые в жизни, наверняка, на Ноев Ковчеге присутствовали артисты, режиссеры и коллектив русского театра Грибоедовца. Вы там, значит, я не скрою, это было бы неприлично, если бы мы сегодня, приветствуя вас, не поздравили бы наших друзей. Автан-динь-дял, цават-танек, дорогой мой, дорогой мой. Недорогой, да, дорогой мой. Я приветствую и не могу обойтись без коньяка армянского, как-то. Замечательный директор спектакля, которого... Я много лет знаю его, и он каждый раз показывает что-то новое. Его неуемная энергия и творческий потенциал во многом, во многом наперед опережает многие театральные коллективы. Я рад за тебя. Спасибо тебе. Второе. Феноменальный директор, феноменальная личность. Самый лучший. Да, самый лучший. Это Николай Свиндитский, человек, который такое организовал, вместе с вами совершенно. И, конечно, у него тоже. Где камера? Уже дома. Уже дома. Вы все, не выпили? Выпейте вместе, ваши друзья. Это такие друзья. Это такая слаба. Это такая энергия неуемная. Городжам. Слава, камень. Слава, камень. Спасибо грузинскому народу за то, что в свое время он не только принял, обогрел, согрел и развил все чувства армянского народа грузинскому народу. Низкий поклон вам большого грузинского театра, но с небольшим армянским акцентом. У Грибоиновского театра особое отношение к Малому театру. И прежде всего потому, что легендарный корифей Малого, Михаил Семенович Щеткин, можно сказать, является нашим крестным. Ведь он собрал первую труппу русскую театру в Тифлиси. Поэтому для нас особенно ценно, что сегодня нас поздравит ведущая актриса Малого театра. Народный артист России. Ирина Малого театра Ирина Малого театра Представитель, как сказали, вот этот медал Юрий Михайлович Соловин. Адрес, который я читать не буду, он на двух страницах. Теперь Малый театр передал вашему театру медаль. Дорогую такую. Золотую. Очень ценную. Грамм 200. И эту медаль дают редко кому. У меня нет. Вы нам тоже подарили тяжелую книгу, но моя тяжелее. Художники Малого театра 20 век. Замечательная книга. Это тоже театр. Кассеты со спектаклями Малого театра. Поздравляю, поздравляю, 170 лет. Я желаю всем актерам, всему театру беречь театр. Как этот театр, так и как название. Театр, чтобы он никогда не был уничтожен. Чтобы все люди приходили, смотрели про жизнь человеческого духа. Минеральный директор Центра, Федерального Центра поддержки гастронной деятельности при Министерстве культуры Российской Федерации Антон Прохоров. Добрый вечер. Позвольте, я сочетаю поздравления. У меня сегодня такая почетная миссия. Дорогие друзья, поймите самые искренние поздравления в связи со 170-летием Русского драматического театра имени Александра Тайбоедова, старейшего театра русского зарубежья. Ваш талантливый и заслуженный коллектив – яркий символ театрального искусства за пределами России. Опираясь на лучшие традиции русской драматургии и актерской школы, вы сформировали собственный неповторимый стиль, унося своим творчеством неоценимый вклад в популяризацию классического искусства и укрепление культурных связей между нашими странами. Важно, что театр постоянно развивается, следит за последними тенденциями в области драматического искусства. Ваша работа многократно отмечена на самых высоких уровнях, но главной наградой всегда были и остаются ваши верные зрители, из года в год приходящие к вам и приводящие с собой все новые и новые поколения. Примечательно, что в рамках юбилейных торжеств вы проводите конгресс русских театров зарубежья, на которые съедутся гости из 26 стран мира. Программа мероприятий обещает быть яркой и насыщенной, и это не случайно, ведь такое количество представителей русских театров впервые собираются вместе. Уверен, что форум будет способствовать установлению творческих контактов, рождению новых проектов и обмену опытом. Искренне надеюсь, что проведение подобного конгресса станет доброй традицией. От всей души желаю вам дальнейших творческих побед, реализации самых интересных замыслов и громких аплодисментов. Министр культуры России Владимир Мегинский. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, выполнив почетную обязанность, я не могу еще сказать, не могу не сказать несколько слов от лица нашего центра и поздравить вас с замечательным юбилеем, пожелать вам еще много-много лет такой же яркой, насыщенной, творческой жизни. Мы долго думали, что вам подарить. И поскольку лучший подарок эта книга, а вы носите имя Александра Сергеевича Гайбаедова, то здесь раритетное издание «Горе от ума», жанровская рукопись, издание жанровской рукописи 1912 года. И эта книга цена не только для конкретных экземпляров, она и для настоящей сохранности. Там даже не разрезаны страницы, так что вы станете ее первыми читателями спустя более конкретных моментов для ее издания. Дмитрий Московой. Федеральный центр поддержки театральной деятельности. 13 ноября театр приглашен на кастроли по пяти городам России, по крупнейших городам Сибири. Заместитель председателя Союза театральных деятелей Российской Федерации Дмитрий Московой. Друзья мои, мне сейчас очень неловко и очень тяжело, потому что на моем месте должен был быть сейчас Александр Санчо Колякин, председатель Союза театральных деятелей России, народной офисной. Но у него сегодня спектакль в его театре, поэтому он делегировал поездку мне. Я, к сожалению, не могу быть таким красноречивым, как он. Он тоже написал большое поздравление, большой адрес. Но у него есть и короткий текст, я не буду утомлять вас большим. И прочитаем маленький, который он написал в книге про его творчество, которое мы дарим от театра. Дорогие мои любимые грибоедовцы, с юбилеем. 170 лет – это потрясающе. Мы вместе. И надеюсь, так будет всегда. Будьте счастливы. Всегда ваши коллеги. Я тоже хочу сказать, что я счастлив. Счастлив, во-первых, покупать в Тбилиси. Счастлив, что такому великому театру 170 лет. Хочу пожелать долгих-долгих лет жизни, здоровья, успехов, счастья. И для нас всегда приятно, что мы вместе действительно. И мы как-то надеемся, что мы так будем всегда. Спасибо большое. Спасибо. При Байденске театру много гастролируют. Скажу откровенно, мы даже немного избалованы успехом на гастролях. Но месяц назад нас встречали с таким теплом и радушием, которое забыть невозможно. Это было Белоруссии. В пользу и случайно еще раз спасибо Белоруссии. Спасибо замечательной публике Минска и Бреста. Национальный академический грамматический театр имени Максима Горького, Минск. Главный режиссер Сергей Ковальчик. Брестный академический театр грамм и Минейского парсомола Белоруссии. Заслужил деятель искусств Республики Белоруссии директор Международного театрального фестиваля «Белая рижа» Александр Коза. Добрый вечер, дорогие друзья. Театр Грибоедова пронесся по Белоруссии ураганом. Это я вам точно говорю. Огромнейший театральный резонанс. А белорусы вообще нации очень скромные. И, ну вот, если так говорить скромно, то практически все страны сегодняшнего мира обязаны нам некой своей истории и современности. За исключением некоторых островных государств, где мы не были, белорусы. Ну, не верите. Франциск Скорина дал письменность славянам. Неизвестно, какой бы была сегодняшняя Америка, если бы не, вдумайтесь, военные инженерные сооружения Тадеуша Костюшка, белоруса, которые помогли северянам выиграть гражданскую войну в решающем деле. Я не знаю, существовало бы сегодня государство Израиль, если бы не его первый президент, Хаин Венцель из Брестской области. А теперь, когда я ходжу на мову, якую усе разумею, что тут в зале, а теперь увага. Примерьте. Калибр не белорус Микола Свянчинский четко не было бы на сцене директора театра Николая Николаевича Свянчинского. Поэтому судьба русского грузинского театра имени Грибоедова в надежных руках. Афгантин, дорогой, ты тоже будешь белорусом, если попробуешь это. Спасибо, друзья Тбилиси. Мы любим вас. Друзья, мы любим вас. Мы – братья. Государственный русский драматический театр имени Чехова Кищенева, Молдова. Народный артист Молдовы, Константин Херет. И театр Эжен Ионесу, Кищенева, Молдова. Основательный художественный руководитель театра Петру Вудкарау. Замечательный директор. Гамарджоба, Мешельмик Вархар. Эти слова я выучил в 90-х годах, когда был на пару дней здесь в Пелиси. И уезжая, оставил здесь часть своего сердца. Сегодня я оставляю здесь все свое сердце и всю любовь. Потому что то гостеприимство, которое вы нас встречаете, всегда трогает и не может оставить равнодушным. Я хочу поздравить театр от имени всех наших актеров. Потому что мы очень хорошо знакомы с нашим театром. И нас очень много связывает. Вы ставите спектакли на русском, мы ставим спектакли на русском. Вы делаете хорошее вино, мы делаем хорошее вино. Поэтому я сегодня не буду вам желать полной чаши. Я хочу вам пожелать... Полных бочек вам! Счастья и удара! Уважаемые дамы и господа, у меня большая честь находиться сейчас в этот торжественный вечер среди вас. И в качестве директора Международного театрального фестиваля ПИТЭЙ в Кишиневе, который единственный пока что Международный театральный фестиваль, Я хочу объявить, что для нас большая честь, если будет, если в следующем году Театр имени Грибоедова примет участие в 12-м фестивале ПИТЭЙ Янале Театра Евгения Меско, который произойдет в мае следующего года. Для нас большая честь. Добро пожаловать к нам. Скажи микрофон, там сидит министр, вот там, скажи, чтобы деньги на дорогу дали. Уважаемый господин министр, помогите! И вот все вас просим, не только мы, тишиневцы, но весь зал просит вас, помогите! Огромное вам спасибо! И традиционные молдавские поздравления! Я переведу. Мы желаем вам долгих лет, и чтобы крылья счастья вас всегда обнимали, и чтобы Господь вам давал то, что вам нужно. Поздравляем! Русский драматический театр Литвы, легендарный литовский весор, лауреат государственной премии Литвы, государственной премии СССР, национальная премия Литовской Республики, Ионас Вайткус. Русский театр Эстонии, художник и руководитель театра Игорь Лысов, займющий литературной частью театра, лауреат международной русской премии, кавалер ордена белой звезды Елена Скульская. Аплодисменты 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 Я от себя не буду, я скажу, от Русского Вережа. Аплодисменты 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 Театральная компания «Чехл Продакшн» Основатель и руководитель компании Виктор Ткаченко Театральная компания «Степ» Основатель и руководитель компании Слава Степнов Ассоциация русских актеров «Монреал» Театр Милея Добропаховского Художественный руководитель Анна Боропаховская Наш коллектив – старейший грибаэдер Любыми артистами нескольких поколений Народный артист Грузии – Борис Михайлович Казинец США и Канада Дорогие товарищи, знайте, сэндженнер Миссия Меданна, от всех артистов, которых поле и судеб Забросила так далеко за Атлантический океан Поздравляем вас с этим замечательным праздником Такая гордость, конечно, на этой сцене, которая мне Мою детскую жизнь, первые спектакли, которые вошли В память спектакля этого театра Замечательный театр, удачи вам, больших успехов, творчества, здоровья Спасибо Я бесконечно счастлив, что 25 лет я служил вам на этой сцене Я счастлив, что на этой сцене ставили спектакли Медея Кучухицы, Коте Сурмава Сандрик, наш родной Сандрик Товстоногов Гизо, Гизо родной, золотой, солнечный, Гизо Жордания Это было, это было счастье Я счастлив, что на этой сцене работали Я думаю, что, ну не скажу, что это высокие слова Лучшие артисты бывшего Советского Союза Правильно? Я счастлив, что я с вами Но я очень огорчен, поверьте мне Что когда теперь пишут Борис Казенец То в кавычках пишут Соединенные Штаты Америки Переезжайте назад, будем писать Республика Грузия Клянусь вам, клянусь вам Что там надо все время писать Грузия Всего вам доброго и счастья Русский профессиональный репертуар на театр Вне постсоветское пространство Театр «Русская сцена» Берлин Основатель театра Илья Гордон Художественный руководитель Главный режиссер Инна Соколова Театральная студия «8 плюс» Вена, Австрия Художественный руководитель Ольга Борисова Венский театр юного зрителя директор Рубель Беронян Российский спейс театр Лондон, Великобритания Руководитель театра Димитрий Курчанинов Замбет театра поэт фотохудожник Лития Григорьева Наша большая подруга Мы поздравляем Берлинский государственный Академический русский театр Александра Григорьева Вас живая связь времен и культура Гордость своих славной историй И вдохновенный труд современных талантливых мастеров сцены Сохранение традиций и атмосферы творческого поиска Зрелость и молодость, азарт и достоинство Желаем и через столетия быть здесь и сейчас Только театру дозволено завоевывать мир и сердце каждого С нами приятен символ Берлина Медведь Теперь он будет жить в Грузии, в Тбилиси, в русском театре Посмотрите, он от счастья возделал руки к небесам и сказал «Вах!» Разрешите и нам добавить в этот юбилейный симфонический оркестр Перезвон лондонского биг-бена Скажу коротко, мы ждем гастроли театра Мегрибоедова в Великобритании Русский театр студия Будапешт, Венгрия Художный руководитель Зинаида Зихерман-Заколова Датско-российский театр «Диалог» Художный руководитель заслуженной артисткой России Татьяна Дембенева Театр «Артмастер» Финляндия Художный руководитель Кира Мерутенко Дорогие дамы и господа Уважаемый юбилеар Русский театр имени Грибоедова Русский театр есть не только в России И не только в ближнем зарубежье Но есть и совсем далеко, в дальнем зарубежье Вы для нас пример того, каким может быть русский театр Везде, во всем мире Мы вас поздравляем Это большое счастье оказаться с вами вместе в Грузии И увидеть ваши горящие глаза Это для нас мечта И это ориентир нашей жизни Спасибо вам большое Мы, конечно, не так богаты, как молодцы Подарить золотую медаль Мы серебряная, да? Селебряная, да? Нет, мы подарим золотую медаль Мы подарим золотую медаль И, конечно, мы не можем обойтись без того, чем богата наша страна Без ленгерского вина И без произведений искусства Которыми богата наша страна И наш театр получает их От всех поклонников театра Дай бог, чтобы и вы получали всегда И мы получали И мы надеемся, что вы нас еще позовете Мы вас готовы звать всегда От всех поклонников мы получаем деньги за билеты Знаете, Николай Николаевич нам сказал А давайте не затягивать Кто-нибудь один скажет о всей Европе Граждане, братцы, я же не могу На этой сцене стояли такие люди Я сейчас петь буду, вы меня извините Поскольку сегодня все с разными акцентами Я с финским акцентом спою Можно я быстро, коротко Я не могу сказать трех слов Буквально трех слов Замечательному театру, от которого я просто восторг Мы так далеко Наша ветреная-ветреная Даня Так ждет вас Вот она такая маленькая Но вам попутного ветра в нашу страну тоже Огромного спасибо И неистекаемого дворчика Друзья, я самый молодой театр на этой сцене Нам всего один годик Поэтому позвольте просто поздравить И наш адрес был очень корот Мы написали любимым театром Вы теперь наш самый любимый театр Спасибо Мы в этом году были в Казахстане Поэтому мы не могли пригласить наших друзей Государственный академический русский театр Драмы имени Горького Астана, Казахстан Заслуженный деятель республики Казахстан Эрген Касимов И заместитель директора театра Александр Кустовская И также государственный академический русский театр Драмы имени Лермонтова Алматы, Казахстан Директор театра Юрий Якушев В этом театре завтра Примера у нашего замечательного режиссора Георгия Баргалашвили Прошу Государственный русский Драмы имени Маяковского Пушанбе, Таджикистан Главный режиссер театра Наволни артист Таджикистана Бадырбек Мираль Лебекков Председатель союза театра Таджикистана Суфрод Мирзоя Государственный русский Грамматический театр Мипушкин Ашабах, Туркминстан Главный руководитель театра Ашимухамед Рахманов Добрый вечер Добрый вечер, уважаемые дамы Добрый вечер, коллеги Вы знаете, действительно сегодня замечательный праздник Замечательный юбилей Я вот подумал, вот это интересно Что такое 170? Для человека это огромный возраст Для здания это почтенный возраст А для театра? Что такое 170? Я подумал, а если прищуриться и закрыть глаз на мной Что получится? 17 лет А что такое 17 лет? 17 лет это юность 17 лет это все впереди 17 лет это бесшабашка Вот я хочу пожелать от себя, от Казахстана От Туркмин, от Таджикистана, от нас, Средней Азии, Казахстана Этому театру без шабашности, юношеского задора и безоглядной дороги вперед Ну порядок, чтоб был Порядок он будет Еще самое интересное, как мы начинаем общаться с людьми кавказского региона, мы невольно начинаем почему-то тоже говорить с акцентом Это от солнца Это, наверное, какая-то болезнь Заходишь в магазин и говоришь, послушаю Дорогие друзья, большущий такой праздник Мы в восторге Я впервые вообще в Тбилиси И получилось так, что Получилось так, что Был такой Два дня был Солнечный, так дождь лил Но Николай Николаевич нам сказал Подождитесь, погода тоже работает И он исполнил свой обещание Сегодня не было Дальше сегодня было солнце И, наверное, это тоже знак Вот именно сегодня, так как небеса открылись Появилось солнце И пусть это солнце светит И вы знаете, мы хотим подарить Вот тут же подарок и решили Вот говорят, нельзя, нельзя Там соедините коня и трепетную лань Но мы попробовали Рок соединить с Кобызом Пожалуйста Вот так это выглядит Аплодисменты Аплодисменты По имени Союза театральных деятелей Таджикистана Государственного русского драматического театра Именно Владимир Маяковского Я хочу поздравить коллектив этого театра С юбилеем Я хотел отговорить о гастролях этого театра в Таджикистан Но после стольких опять обращаться к министру культуры Потому что Аплодисменты С вами говорили В истории наших взаимоотношений В истории культуры театральной Грузии И театральной культуры Таджикистана Не было еще гастролей гастролей грузинского театра В нашей стране Спасибо Поздравляю Сегодня нас поздравляют наши друзья театра Грузии И приветствуем их благодаря Великой театре имени Шота Руставели Великой театре имени Николая Марджиничвили Великой театре имени Михаила Куманшили Великой театре имени Нотара Тумбаса Великой аганский театр имени Петроса Адамяна Батумский театр имени Черчеванца Чиатурский театр имени Акакия Церетеги Кудаэйский театр имени Ладомес Вишвили Патийский театр имени Ариана Буния Зубдинский театр имени Чалкида Дьяни Ахалцинский театр Телавский театр имени Ажушавела Озургетский театр Народный артист Грузии Кахи Касадер Мы очень любимые Народный артист Грузии Кахи Касадер Театр Грибоедова Мы любили этот театр, очень любили. Вы видите, вы слышали, какие люди работали на этой сцене. Выдающиеся режиссеры, выдающиеся артисты, выдающиеся художники, выдающиеся композиторы. Все выдающиеся люди и вообще люди выдающиеся были стоят на этой сцене. Мы приветствуем этот театр, а именно всех театров нашего, нашей грузинской республики. Я хочу поздравить этот замечательный театр. Всех благ, я желаю, и мы все желаем этому театру. Всех благ, хороших успехов. Новый спектакль, дорогой, иначе не может быть. Будьте счастливы все. Всех благ мы этот театр увидим, потому что, когда ты любишь, там есть объекта. Будьте счастливы. Спасибо вам всем. Спасибо, Батонокахи. Спасибо. Батонокахи в пяти спектаклях у меня был. По-моему, настала пора, чтобы и здесь сыграли Батонокахи. И я не могу не сказать. Ко мне на сцену подошел Армен Байнуриан и надел часы и сказал, что это часы. Сказал, Армен, ну и ты скажешь. Это часы пронзика Макарчана, которые подарили 16 лет назад. Я дарю моему гениальному другу, гениальному режиссеру Авто Арсмаш. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Неподалеку, совсем ярким из Гениальского театра, расположен бывший дворец-наместника, а следом за ним здание бывшей первой Терпутской гимназии, где учились Николас Бардашвили и Илья Черчеватца, Николай Гумилев и Владимир Иванович Мироч-Данченко. Учеником подготовительного класса гимназии был Евгений Вахтанов. Будущий великий режиссер больше времени проводил в русском театре, чем на занятиях в классе. Именно здесь он влюбил театр в нашу жизнь. Для нас огромная честь принять поздравления от театра Невахтанова. Народный артист Советского Союза, Василий Народович. Дорогие друзья, счастлив, я рад. Я столько лет не был в Тбилиси, и сегодня, когда мы прилетели, меня везли по городу, я подумал, Господь, Боже мой, вот это же мы, какие встречи были раньше, какие вечера были раньше, сколько вы пивали раньше. Это же невозможно сегодня представить этого. Костя Бибинашвили, режиссер на Грузии, в студии. Мы снимали фильм, Маяковский начинался так. Я был студентом третьего курса. Я отсюда не выходил иногда неделями. И это было, к этому привыкаешь, и потом, когда этого нет, какая-то недостаточная, явная совершенно. И сегодня я глотал этот воздух, глотал эти виды. Был счастлив, что у вас нет высотных домов, как у нас в Москве, на каждом шагу. Это немыслимо. Понимаете? И это замечательная сохранность. Кроме того, еще у меня дружок мой один, старый-старый, из Грузии, на мое 80-летие позвонил мне и говорит, Вася, извините, не могу проникнуть, у меня спектакль. Ну, блин, но на 160 лет прилечу. Я говорю, хорошее обещание. Хорошее обещание. Буду ждать. Это связано с молодостью, с хулиганствами, с актерскими какими-то придумками невероятными. И это было замечательно. И думаю, что и впредь должно быть так же замечательно, как было. А теперь директор театра Вахтангова мне приказал, Вася, прочти это, а потом уже можешь выступать. Но я немножко в порядке перепутал. Уважаемые коллеги, дорогие грибоедовцы, коллектив государственного академического театра Евгения Вахтангова рад поздравить вас с замечательной датой 170-летием русского театра в Грузии. Вы старейший русский драматический театр. На постсоветском пространстве и по праву считаетесь одним из оплотов русской культуры и русского языка на Кавказе. Наши театры в исторической перспективе, вахтанговцы и вы, связаны множеством невидимых нитей и человеческих судеб. Мы знаем и помним, что семья основателя нашего театра Генина Вахтангова имела тифлистские корни. А сам маленький Женя Вахтангов учился некоторое время в гимназии, расположенной рядом с театром, с вашим. Уроженцами тифлист в Тбилиси были многие вахтанговцы. Надежда Байцурова-Вахтангова, Александра Ремезова, Иосифа Сумбаташвили, Сергея Квалиниани и их знакомство с миром театра начиналось со сцены вашего театра. Нас объединяет работа с выдающимися режиссерами Алексеем Поповным, Леонидом Варпаковским и, конечно же, очень дорогим для нас Петром Фоменко. Мы с большой теплотой вспоминаем нашу прошлогоднюю встречу-гастроли в Тбилиси за спектаклями «Дяди Ваня», которые мы имели честь показать на сцене Тбилисского русского драматического театра Гневаедова. Мы благодарны вам за гостеприимство и радушие, с которым нас приняли. Мы поняли, что в вашем лице обрели друзей и с терпением ждем нашей новой, уже скорой встречи. Римма Суманис, Кирилл Крок и все бахтанговцы! Дорогие друзья, вот лучшие музыкальные эпизоды из бахтанговских спектаклей записаны. Это и вокалы, это и оркестранты, это музыка удивительных романов, например, по маскараду. Ну вы знаете всю историю, когда были написаны. Вот все эти музыкальные гениальные куски, они собраны вот здесь. А вторая, это «Союз волшебных чувств и дум. Слово». Вот лучшие монологи лучших актеров нашего театра на протяжении 95 лет. Они записывались, и здесь лучшее все будет здесь. Ну и кроме того, вот на вышеназванный мой юбилей вышел вот такой альбом. Он называется Василий Луновой. А здесь все роли, значит, напечатали. Я, с вашего позволения, даю грибоедовцам с подписью «Грибоедовцам пусть Боженька вам улыбается всегда». Василий Луновой. Это от театра. И есть, вот я сегодня слушал, замечательный идет вечер, поднимаюсь, поднимаюсь. А мне вдруг захотелось вернуть к первобытному появлению имени Грибоедовцам. Путешествую в Ворзруму. Александр Сергеевич Пушкин. Я с нетерпением ждал разрешения и моей участи. Наконец получил записку от Раевского. Он писал мне, чтобы я торопился в Карсу, потому что через несколько дней войско должно было идти далее. Я выехал на другой же день. Я ехал вверху, переменяя лошадей на казацких постах. Мне открылись новые горы, новые горизонты. Подо мною, подо мною распускалась великая зеленая дырка. Я переехал через реку. Два вола, впряженные в Орбу, поднимались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали Орбу. «Откуда вы?» – спросил я их. «Из известной стороны. Что вы взяли?» «Грибоеда». Это было тело убитого Грибоедова, которое припровождали в Тифлис. Не думал я когда-нибудь уже встретить нашего Грибоедова. Мы расстались с ним в прошлом году в Санкт-Петербурге, перед водъездом к Тегерану. Он был печален, имел странные предчувствия. Я бы захотел его успокоить. Он сказал мне, вы не знаете этих людей. Увидите, дело дойдет до ножей. Он погиб под кинжалом персиян, жертвуя невежества и веролонства. Обезображенный труб его, бывший три дня игралищем Тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетной пулей. Мне жаль, что Грибоедов не оставил своих записок. Написать его биографию было бы делом рук его друзей. Но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны. Пушкин. АПЛОДИСМЕНТЫ И второй случай. Это уже Акландово. В этом зале, где 25-30 назад, был концерт русской великой поезди. Я был приглашен, я здесь выступал, и произошел один случай, который я не могу вам рассказать, что это такое было. Я тогда был уже не начинающий актер в кино. Уже много снято было. Но вот я читал Пушкина, читал Гумилева, читал русскую великую поэзию. И когда я кончил, вдруг я увижу, вот оттуда, оттуда вот, с последнего ряда, пошла вниз сюда к сцене женщина лет 95-97. А я вижу этот крутой спуск и думаю, боже, сейчас как загрянет бабуля, но ничего не соберем. подошла, вот так взялась за это, пошла, 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 вышла на сцену и сказала, дорогой, с грузинским акцентом, дорогой Вазей Зименович, сейчас я вас видеть. Я воспитывалась на ваших фильмах. У меня тогда не хватило юмора к этому отнестись, я это очень близко, я ей надрубил. Я ей сказал, а Иван Грозный мне привет не передавал? Она гениально ответила. Она сказала, дорогой Василий Семенович, я всегда предполагала некоторый недостаток вас культуры, но не думала, что дело зашло так далеко и необратимо. Я поздно начала перевоспитиваться на вашем фильме. Она сказала, я говорю, вот эта формулировка меня устраивает, давайте дружить. Дорогие друзья, давайте дружить. Я впервые снимаюсь, Моряковский начинался так у Кости Бенашвили, впервые в парке услышал Тбилисо, папара-папарай-рари. Только тогда появилась первый раз эта песня. Ти-ри-там-ти-там. И теперь, когда я немножко выбиваю грузинского вина, я пою эту песню, а молдавского не скажу, что пою. Дорогие друзья, счастлив быть в билиси, счастлив дышать этим воздухом, счастлив вечером, который набирает и набирает и набирает скорость. До побачи меня, до побачи меня, до побачи. В этом году мы празднуем 100-летие с дня рождения народа в СССР почетного держания Тбилиси Георгия Александровича Тавстанокова. Сегодня к нам приехали не просто наши коллеги и друзья. Большой драматический театр Медовстанокова это наши родственники. Заслушаем деятелям искусства России, заместитель художественного руководителя Большого драматического театра, легендарная помощница Георгия Тавстанокова, Ирина Шимбаревич, почетный гражданин Санкт-Петербурга, народный артист Советского Союза, Алимпас Сашвили. Вот я сидел и понимал, что каждый выходящий сюда вырывает у меня изо рта то, что я хочу сказать. В этом счете мне говорить просто абсолютно нечего, все уже сказано. Вот Василий говорил о книгах, о поэзии. Да, конечно, прежде всего, я обязан передать поздравления театру Рыбоедова от художественного руководства Александра Петербургского Большого драматического театра, Митра Встаногова поздравить и так далее. Ну, а подарок, он лишний громоздкий у нас, поэтому в подвале сейчас пока, потом в гости. Тут книжки у нас есть. Я вспомнил, как однажды я проезжал на автомобиле мимо гостиницы Европейской в Петербурге. Там затор, я остановился. Ко мне подходит человек, ну, бомж. Безумоледное место жительства. От него попахивает сильно. У него как стопка книг. Я обратил внимание, физика Пёрышкина, Миклуха Маклайка, все со штатами библиотеки. Видимо, смелы жены, которые влияют в библиотеку, решил продать уже лица. Говорит, алло, пенчат, ну, купи книжку. Я говорю, не надо, не надо мне книжку. Как ты надо, ты чё? Вон, хороший, физик, физика, Пёрышкина. Я говорю, да я уж давно уже в школе научил. Ну, вон, Миклуха Маклайк, вот, сельскохозяйственные удобрения, ну, купи же ты. Я говорю, я вообще книг не читаю. Он зря. Всем хороших во мне и оказывает книгам. Поэтому сейчас мы, значит, нашу подарок преподнесёт Ирочка Расклана. Дорогие друзья, мы отмечаем столетия Георгия Санчета Встаногова. В Дюссельдорфе со стапели спущен сухогруз Георгия Встаногова. Он бороздит моря и океаны. В Петербурге рядом с домиком Петра Первого на Петровской набережной открыт сквер Георгия Встаногова, в котором установлен памятник режиссёру. Назовите ещё страну или памятник людям этой великой профессии. Георгий Санчет Стоит сигарета. Показать не могу, Олег Великой Встаногович, у меня книги. Сигарету воруют ежедневно. Как только сделают сигарету бронзовую, её выпиливают из руки Встаногова. В этом году мы после реконструкции, реставрации театра, которая продолжалась мучительно долго, восстановили исторический объём мемориального кабинета Георгия Александровича Встаногова, что для нас чрезвычайно важно. Даже сигареты Мальборо, любимые сигареты Встаногова, лежат на его письменном столе без штрих-кода, без канцера, без этих ужасных изображений. Лежат его любимые сигары, стоят его любимые чашки и висят афиши любимых спектаклей. Всё, что ему было дорого и любимо. Мы боролись с его курением, лежат вот штуки Георгия Александровича с его смолой. Их никто не чистил и никогда не почистил. Стоят на чернильном приборе его лекарства, и уфилин, клофилин, который он принимал. И всё, что было дорого. И висят портреты Константина Сергеевича Станиславского, Всеволода Евгеньевича Верхольда и Бертольда Брехта. Мы собираемся в этом кабинете, мы приводим туда экскурсии, мы приводим туда молодых актёров. И в этом году, благодаря инициативе моего любимого коллеги, выдающегося товстановца Олега Василашвили, который пришёл в театр 12 июля 1959 года и 30 лет был верен Георгию Александровичу, мы 28 сентября открыли в променуаре белитажа, этажа, где находится кабинет Георгия Александровича, бюст Георгию Александровичу Товстанову. И, конечно же, самое главное, мы выпустили вот этот двухтомник. Посмотрите, здесь два портрета Георгия Александровича. Первый том называется «Собирательный портрет». Мы бережно собрали воспоминания всех, кто работал с Товстановым. И на нём рисунок замечательного актёра, который сидел с Олегом Василашвили в одной гримерной, Анатолий Гаричев. Кроме того, что он был актёр, он был замечательный рисовальщик. Посмотрите, какой портрет Товстанова замечательный. Второй том – «Репетиции». Самое ценное – это мастерство, это метод Товстанова. И вот в этом томе, на котором рисунок стажёра, который был у нас с Георгием Александровичем, Семён Лосев, возглавляющий сегодня в театре в Старом Осколе, совсем другой Георгий Александрович с выдающимися рисунками. Первый том Гаричева, а Семён Лосев рисовал актёров и Товстанова на репетициях. Здесь репетиции, истории лошади легендарного спектакля Товстанова, Тихого Дона, Дачников Горьковских, Кошек Мышек и многих других спектаклей. Елена Гарфункель, театровед, завершила свой большой труд, который называется «Режиссура Товстанова». Все книги я не смогла вынести, это очень тяжело. Мы привезли с Олегом Ильичем два чемодана. Они все написаны. Нёс Олег Вальянович, нёс, да? Как всегда. Да, мы несли, он мужчина, поэтому даже вопрос не стоит, кто нёс. Это вопрос некорректный. Нёс Басарашвили. И здесь все книги, написанные театру Грибоедова, нашему любимому театру, нашему родному театру, конечно же, университету, театру и кино. Поэтому мы все не вынесли, но вот это наш подарок. Передаю слово Олегу Ильянушу. Я понимаю, я понимаю, устали все, говорят, ну, все-таки праздник. Я хотел бы сказать два слова здесь. Кроме поздравления, кроме словословия, кроме радости, гордости того, что у нас существует театр, такой театр, как этот театр. Вы знаете, стоять здесь, страшно стоять, под мозг. Кольцо, видимо, да, сейчас как-то ставим, круг. Ну, микрофонов раньше не было. Да, звучали имена замечательных артистов, великих людей, режиссёров, художников, рабочих, музыкантов, мужчин и женщин, старых и молодых. Ну, конечно, 99% работников этого театра за все 170 лет не озвучены. Это те люди, у которых, может быть, когда-то не сложилась судьба, не хватило ролей, что-то произошло в жизни, не смог играть, ну, и так далее, и так далее. Я бы хотел, чтобы каждый задумался над тем, сколько пота, крови, страха, радости, отчаяния, гнева, любви, вбитого в эти стены. Теми, о том, наверное, сегодня не говорили. Но уж я не говорю о тех, о ком мы говорили сегодня. я бы хотел закончить вот свое выступление. Много можно говорить, я не буду. Я бы хотел, чтобы вот слово, которое я произнесу сейчас, оно бы звучало не только в адрес великих представителей, которых мы любим, уважаемый слава, но и в адрес тех большинства людей, которые отдали всю свою жизнь театр. И, наверное, ни разу не услышали того злого, которое я произнесу сейчас. Слава! Слава вам, актер! А я хочу закончить пожеланием Арсения Тарковского, словами, которые я адресую своему дому, Большому драматическому театру и театру Грибоедова. Живите в доме, и не рухнет дом. Я вызову любое из столетий, войду в него и дом построю в нем. Вот почему со мной ваши дети и жены ваши за одним столом, а стол один и правнуку, и внуку. Грядущее свершается сейчас. И если я приподнимаю руку, все пять лучей останутся у вас. Слава вам! Спасибо! Дорогие друзья, на протяжении 170-летия имени Грибоедова был и остается живым, действующим театром. Такое возможно только при одном условии, если у театра есть свой зритель. Мы работаем для вас. Спасибо вам за любовь, за верность. Пока есть вы, театр жив. Кланяемся вам! Грибоедовцы, на сцену! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok